Наш телеканал неоднократно рассказывал о последствиях снегопада и нечищенных дворах. Сейчас заснеженных крыш и придомовых территорий в городе стало меньше, но некоторые жители края по-прежнему находятся в снежном заточении. Что делать, если управляющая компания не выполняет свои обязанности? Расскажем далее. 87 управляющих компаний обслуживают более 2000 многоквартирных домов краевой столицы. По нормам благоустройства убрать территорию после снегопада, управляющая компания обязана в самые короткие сроки, не более суток. Но в некоторых дворах проехать и пройти до сих пор проблематично. Кое-где сугробы выше человеческого роста. Учитывая значительные объемы осадков, администрациям муниципальных образований рекомендовано провести мероприятие по очистке от снега кровели жилых и общественных зданий внутридворовых проездов и прилегающих территорий. Срок установлен до 20 января. Получается очистить дворы, коммунальные службы должны за оставшиеся 9 дней. Но некоторым управляющим компаниям не хватило и целой зимы. Уборка снега входит в минимальный перечень работы услуг. Поэтому управляющая компания обязана это учитывать при установлении тарифа на текущее содержание жилья. Жители города также должны понимать, что отказываясь от повышения тарифа, денег на частую уборку снега просто может не хватить. Управляющая компания снег, конечно, уберет, но в долг. То есть в следующем году жителям все равно придется заплатить больше. Но если требования не выполняются ни при каких условиях, компании грозит наказание. У нас сегодня все нарушения, которые происходят в многоквартирном доме, они все приравниваются к нарушению лицензионных требований. Санкции статьи достаточно высокие, жесткие. Штраф там достаточно большой, потому что начинается с 250 тысяч. Ну, как правило, управляющей компанией мы пишем предписания, и они в короткий срок эти предписания у нас выполняют. Если представителей своей компании во дворе вы не видели давно, а снега все больше и больше, в первую очередь свяжитесь с ними. По телефону или приличной встрече расскажите о проблеме. Если после этого ситуация не меняется, звоните в комитет по ЖКХ администрации своего района. Если не помогает и это, обращайтесь в Государственную инспекцию Алтайского края. А на перерасчет можно рассчитывать только при наличии акта о невыполнении работ. Составлять его нужно при участии обеих сторон. Леона Наджафова, Александр Морозов, Антон Червяков. Новости.